Приветствую вас, дорогие друзья! У нас сегодня праздничный выпуск. Мы скоро отмечаем День независимости нашей страны, который имеет огромное значение в развитии экономики, культуры и, конечно, спорта. Особенно спорта. Дело в том, что перед тем, как я представлю гостя, я напомню некоторые вещи, которые связаны именно с этой стороной. Когда получили независимость в нашей стране, спорт получил настоящую международную прописку. Ведь до этого мы практически зависели от центра, от Москвы. Ведь вспомните, 1956 год, Мельбурн, наш первый участник Олимпийских игр, Евгений Циненко, поехал в Мельбурн в составе делегации, представляя судостроение СССР. В 1960 году Иван Богдан из Казанки, это наш первый олимпийский чемпион, в Риме он стал олимпийским чемпионом, но будучи представителем вооруженных сил СССР. В 1968 год наш известный боксер Виктор Запорожец принимал участие в Мехико, Мексике, и он бы там не участвовал, если бы он не одел майку спортивного клуба Москвы, ЦСКА. Он представлял ЦСКА, но не Николаев, и не Украину. И таким образом получается, что для того, чтобы попасть в состав сборной СССР, надо было пройти очень жесткий отбор, очень. Конкуренция была страшная. Союзные республики были зависимы. Ну, в 1980 прошло послабление, Олимпийские игры прошли в Москве. Антонина Пусовец, серебряный призер, академистка. Виктор Пагановский, олимпийский чемпион, коник. Но они тоже полупредставляли Украину и Москву. И, в общем-то, когда мы получили независимость, наши спортсмены вышли по-настоящему на мировую арену и пошли в огромные успехи. И нашу страну стали узнавать по достижениям спортсменов. И тогда они узнавали и признавали нашу страну. Ведь смотрите, успехи Инги Бабаковой, чемпионки мира в лёгкой атлетике, призера Олимпийских игр. Виктор Стёпин и её последовательницы. Затем огромный успех нашей батутийской Оксаны Цугулёвой в Мельбурне, когда она завоевала Сиднея, когда она завоевала серебряную награду. В 2004 год Юрий Никитин, олимпийский чемпион. 2008 год, Пекин, наши звёзды фехтования, Оля Харнал, Елена Хамровая, олимпийские чемпионы. Они взошли и продолжают совершенствоваться. Была признана, наконец, наша школа прыгунов в воду. И тут Илья Кваршат доказал Елену Фёдорову, что Николаев имеет огромные достижения в этом виде. То есть у нас эти целетия, вообще 26 лет, были ознаменованы огромными успехами. И поэтому у нас не случайно, мы идём к этому январе, и этот праздник Николаев будет отсвечен спортивными красками. И об этом, собственно, расскажет наш гость, организатор этих соревнований массовых, очень известный в нашем городе, призёр всемирных игр среди ветеранов по лёгкой атлетике Александр Ильич Абербух, известный специалист. В общем-то, как Вы проведете этот праздник? Почему решили именно этому событию придать вот такую праздничную спортивную краску? Ну, дело в том, что мы живём в единой стране, Украина, и мы, как вся Украина, всё-таки влились в общее мероприятие, которое проводится уже четвёртый год. Идея принадлежит не нам, идея принадлежит Александру Кузину, это спортсмен высокого класса. Он четыре года назад провёл в Киеве забег в вышиванках. И тогда было немного людей, тогда пришло, боюсь, ну, человек 200 или 300. Но с каждым годом количество людей, которые хотят себя чувствовать свободными людьми, живущими в свободной стране, становится всё больше и больше. В этом году мы решили провести такое спортивное мероприятие, но это даже не спортивное мероприятие, это всё-таки приобщение к нашей общей культуре. Это забег в вышиванках в Николаеве, который будет проходить 24 августа, в День независимости, на Центральном стадионе. И этот забег проводится не только у нас, он проводится по всему миру. Он будет проводиться в Нью-Йорке, он будет проводиться в Бостоне, он будет проводиться в Барселоне, он будет проводиться в Дубае, он будет проводиться в Киеве, в Одессе, в Херсоне. Но без вышиванок там, да? С вышиванками. Все. Более того, у нас появилась возможность в этом году, мы это проводим бесплатно, не нужно никакого регистрационного взноса. Те, кто хотят почувствовать себя людьми, которые живут в Украине и чувствуют себя свободными людьми, чувствуют, что они патриоты этой страны, я приглашаю всех прийти на центральный стадион и участвовать в этом забеге. Мы не будем показывать больших результатов, мы будем показывать свое отношение к нашей стране, мы будем показывать своим детям, что мы можем здесь изменить многое и что мы многое можем, если захотим. И в этом году Николаев единственный город, который делает такое мероприятие, с одной стороны без регистрационного взноса, а с другой стороны мы людям, которые к нам придут, у нас есть возможность 50 вышиванок вручить тем, кто пробежит этот забег бесплатно. Поэтому я приглашаю всех, кто в своем сердце чувствует, что он патриот этой страны, прийти и поддержать это не только самостоятельно прийти, но прийти с семьей, потому что будет много различных мероприятий для детей. Мы, наверное, все-таки сможем сделать так, чтобы количество людей, которые чувствовали себя хозяевами в этой стране, было как можно больше. Александр Ильич, у нас на протяжении многих десятилетий проводились такие массовые кризисы. Когда-то был кубок «Золотая осень» на призы «Южные правды», выходили сборные команды школ, институтов, есть мемориальные пробеги, есть Николаевская миля. Чем-то отличие будет от вашего нового, ну, этого новшества, которое вот сейчас пройдет, в отличие от тех, когда трасса была улицей города, а теперь стадион? Ну, мы, в этом году мы уже проводим четвертое мероприятие, мы проводили Николаевский полумарафон, мы проводили Свято-Николаевский пробег, мы проводили красочный забег, сейчас мы проводим вот забег в Ишванках. Дело в том, что те мероприятия мы проводили в центре города, на Соборной, где было много людей, участвовало много людей, и понятно, что организационно это было сделать, ну, сложнее. Поэтому в этом году, мне кажется, у нас не будет много людей на забеге в Ишванках, я подозреваю, что, ну, будет не столько, сколько на Николаевском полумарафоне, и поэтому мы решили для того, чтобы сэкономить материальные средства, потому что для проведения мероприятий нужны деньги. К сожалению, мы не имеем финансирования ниоткуда, и все, что делается, делается на деньги частных лиц. Тратятся частные деньги, тратится частное время, но те люди, которые это делают, они понимают, для чего они это делают. То есть, есть такая вот идея сделать эти соревнования или мероприятия не столько спортивными, сколько патриотичными, не столько показывать на этих соревнованиях результат, сколько приобщать маленьких детей или взрослых людей к новому способу жить и думать. Ведь от того, как мы живем и думаем, зависит наша реальность. Многие люди считают, что во всем виновата власть, что все им должны, но наша жизнь зависит не от нашей власти, наша жизнь не зависит ни от того, кто нам что дал, наша жизнь зависит от того, что мы делаем вокруг себя. — Нисан Ильич, я поражаюсь одной вещью. Дело в том, что мы вас представили как представителя легкой атлетики, областной федерации легкой атлетики, но по существу этот турнир, этот пробег, все зависит от вас, одного организатора. Как вы это все несете в себе как организатор, кого вы находитесь заинтересованы в этом, и почему движет… — Ну, я не один организатор, нас три человека. — О, это много, это много, серьезно. — Да, это, кстати, заслуженный тренер Украины, один из организаторов мастер спорта международного класса СССР, это что-то говорит, то, что вы говорили в начале передачи, Алла Федоровна в Кавпак и Анна Петрова. — То есть мы вот решили, что все-таки вот эту реальность мы хотим немножко вокруг себя изменить, тем более, что у нас есть дети, и мы… Ну, я хотел бы, чтобы мои дети жили в Украине, в успешной Украине, чтобы жизнь здесь изменилась, поэтому для своей самореализации и для того, чтобы мне комфортно здесь жилось, я хочу что-то изменить для своих детей, для близких мне людей. Для этого что-то надо делать. Я не… Понимаете, патриотизм — это не обязательно надо кричать «Слава Украине» или «Героям слава». Патриотизм — это те действия, которые ты делаешь каждый день. Это то, что ты держишь в своей душе и не показываешь это на публике. Поэтому необходимо жить, необходимо делать какие-то действия, необходимо менять мир вокруг себя, и, может быть, это даст какой-то результат. Никто не виноват, что мы так живем. Мы сами виноваты. И от того, что мы находимся в этой ситуации, мы сами пришли в эту точку. И помните слова? Я думаю, каждый понимает, давайте я так помягче скажу, что не кто-то приходит в наш подъезд и не мусорит там, не кто-то мочится мимо унитаза, не кто-то бросает окурки, не кто-то матерится. Это всё мы, это мы делаем. И если мы сможем вокруг себя создать атмосферу, когда этим людям, которые всем недовольны, захочется чуть-чуть жить по-другому, или их будет меньшинство, они вынуждены будут подстроиться под тех, кто хочет жить совершенно по-другому, уважать других из себя. Откуда у вас это? Вы связаны с довольно, я не знаю, с некоторой тёмной стороной нашего общества, которых вы учите как врач, нарколог, и вам приходится связаны с людьми некоторые обречённые, потому что не сами они приходят, их приводят за руку, чтобы спасти семью, для того, чтобы они ещё жили, радовались. А у вас только оптимизм сохраняется после того, как… Ну, дело в том, что вот как раз работая врачом-наркологом и как раз видя эту сторону, когда люди с самого детства выбирают не счастливую жизнь, а зависимость, задаёшь вопрос, почему это так? А так это только лишь потому, что так их воспитывали родители. К сожалению, это так, потому что им не привыты другие способы получения удовольствия в жизни. Поэтому, если вы придёте со своим ребёнком и вместе поучаствуете в эстафете, которая будет для семьи, и ребёнок будет радоваться, вы его будете целовать, вероятность того, что такой ребёнок вырастет счастливым и будет искать удовольствие в не убегании от проблемы, а в решении её, в достижении, в вот этих светлых и приятных чувствах, которые вот здесь с родителями он получил. Я думаю, что такой человек сможет преодолеть всё и вряд ли он ко мне, как к врачу-наркологу, попадёт в будущем. И я очень заинтересован в том, чтобы таких людей было больше. Александр Ильич, давайте вспомним одну страницу очень замечательную. Вы потом долго вспоминали об этом, сравнивали и говорили, ну почему у них так, а у нас так. Швеция, когда вы стали призёром Всемирных игр. Вы не думаете, что вот Александр Ильич, он врач или там пропагандирует, он сам показывает пример уникальный. Итак, как вы стали призёром? На пять тысяч метров, да? Ну, на полтора километра. Ну, это было в Мальме, это было 10 лет назад, когда я ещё был более молодым, чем сейчас. Да? Да. И мы командой Николаевской, и у нас была девочка из... ну, женщина была девочка, женщина была из Одессы. Мы поехали на игры ветеранов. Анатолий Ильин был, да? Да, да, он занял первое место по прыжкам в высоту среди ветеранов. Была Алла Фёдоровна Капак, она вторая была на этих соревнованиях. Ну, я третьим был. И была из Одессы, может, не вспомню фамилию, которую тоже занял. Дело в том, что это было вот... вот люди так проводят время. Люди в Швеции, ну не только в Швеции, во всём мире ветераны съезжаются и получают удовольствие от физической нагрузки. Не обязательно стать третьим, вторым или первым. Важно покрутиться в этой атмосфере и почувствовать, что есть смысл жить, что есть смысл двигаться вперёд, что жизнь состоит не только из каких-то проблемных вещей, что в жизни есть очень много положительного, с которым мы можем получать эту энергию и отдавать их другим. И думаю, что это сейчас, когда в Украине начали проводиться марафоны и полумарафоны, когда даже в Николаеве, вот если сравнивать два года назад, когда мы только начинали проводить полумарафоны в Николаеве и сейчас, сейчас появилось очень много беговых клубов. Сейчас появилось очень много людей, которые просто бегают на стадионе или просто бегают в парке. И я думаю, что вот даже с нашей помощью вот эта раскрутка этой идеи, раскрутка этого внутреннего состояния, когда бежишь, и это своеобразная медитация, и ты получаешь море удовольствия от того, что ты возвращаешься к своим истокам. И думаю, что в любом случае все мы рождены для того, чтобы испытывать радость в жизни, а не мучаться. Поэтому я приглашаю всех, кто хочет увидеть тех людей, которые радуются в жизни, даже в разных ситуациях. Тех людей, которые находят в себе силы, приглашаю всех или в беговой клуб наш, или вот на мероприятия, которые мы проводим. Если вам понравится, вы увидите, что это захватывает, и это дает возможности ставить цели и их достигать. Ну а вы знаете, что такое спорт? Дело в том, что спорт – это искусственное преодоление препятствий. Вот люди придумали, это ж надо взять молот и его метать, бог знает куда, или копье швырять, или ядро толкать, или пробегать 10 километров, или 42 километра, еще 195 метров. Это ж получается, какие нагрузки, перегрузки, штанга. Женщины начинают играть в футбол, в хоккей. Ну что это происходит в этом мире? Почему создает человек тебе искусственные препятствия для того, чтобы что-то доказать? Это не препятствия, это самореализация. Ведь весь смысл жизни – это собственная самореализация. Одни самореализуются в спорте, другие самореализуются в творчестве. Третьи – это каждый выбирает самореализацию. Вы реализуетесь в журналистике. Нельзя жить без самореализации. Если у нас пропадает весь смысл жизни, и поэтому, когда мы пробуем одно, второе, третье, четвертое какое-нибудь действие, и находим себя в чем-то, мы реализуемся. И это доставляет нам удовольствие. Это с точки зрения смысла жизни. А с точки зрения врача могу сказать. Дело в том, что при физических нагрузках у нас выделяются так называемые внутренние гормоны счастья. Это так называемые опиоиды. Это вещества, которые похожи на опиум. И дело в том, что когда мы в жизни живем, у нас мы травмируемся, мы где-то зацепились, где-то ударились. И мы ощущаем вот этот небольшой дискомфорт или боль. Вот в нашем организме вырабатываются такие вещества, которые подавляют эту боль. Когда мы начинаем заниматься физическими нагрузками, этих веществ становится намного больше. И мы себя чувствуем намного комфортнее. Поэтому мы ставим больше задачи для того, чтобы простимулировать этот выброс вот этих опиоидов. Внутренних так называемых эндорфинов, гормонов счастья. И такие люди, которые постоянно себе ставят цели и достигают их, достигаторы так называемые. Как только они прекращают это делать, прекращается выработка этих внутренних эндорфинов. И мы начинаем чувствовать себя дискомфортно физически. И это заставляет нас двигаться дальше. Поэтому думаю, что и физический компонент, и моральный компонент, и смысловой компонент здесь играют. И поэтому, когда человек попадает в эту струю, он все, он ставит себе цели и достигает. Мне когда-то мой сын сказал, необходимо, он где-то это прочитал, но тем не менее мне так понравилась эта фраза, что необходимо засыпать с мечтой, а просыпаться с целью. Вот у людей, у которых есть такой мотив это делать, я думаю, они проживут счастливую и многогранную жизнь. Это бы так его зарядили. Дело в том, что мы перед этим предисловием наших программ, мы говорили о достижении советских спортсменов, но ведь сколько много интересного проходит, правда. Мне бы хотелось выяснить, почему произошел такой резкий спад, когда на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная Украины, ну, я не знаю, была в упадке, это же, то быть числе шести лучших держав мира среди двухсот стран, а теперь 30-е место, провалили Олимпийские игры. Зато параолимпийцы доказали, что мы на вершине. Но вот сейчас вот серия соревнований очень интересных прошла, Елена Буряк доказала, что она лучшая депчиха-академистка в мире на Всемирных играх в Польше. Сейчас в Турции прошли Деф-Олимпийские игры, и пять человек наших, инвалидов, по слуху, сумели... Пять человек поехали, завивались, семь медалей, четыре серебряные, три бронзовые, и среди них вообще футболисты, которые там в финале сумели туркам только по пенальти проиграть. Ну, а наши шахматисты, вот сколько насыщенная жизнь. Александр Зубов, международный гроссмейстер, это звезда. А ребята, которые представляют село Александровка из Леснистского района, Александр и Николай Бортники, ну, это суперзвезды, гроссмейстеры из села. Да, сейчас полмира объездили, но, я не знаю, они теперь признаны супер-супер. И в разных видах спорта очень много достижений у николаевцев, и в гребле, и в боксе. Сергей Деревяночка вышел на такую мировую звезду. Наш Андрей Грибко сейчас творит, что на турне по велоспорту. Вчера он первое место чуть не выиграл. Ну, в общем, столько много событий, столько интересного. Да, я порадую вас, футболисты. Николаева начинают удивлять. Четыре победы подряд. Я не знаю, что с ними случилось, там что-то съели хорошее. Ну, в общем, поднимается снова вверх первое леги. Проходит очень много событий. Кого вы пригласили на старты с вышиванками? Потому что надо организовать, поднять, пригласить. И какая программа? Мы специально никого не приглашали. Те люди, которые чувствуют внутренний порыв... Ну, как они узнают о вас? Мы сделали рекламную кампанию. И то, что мы сейчас об этом говорим, мы приглашаем всех. Мы приглашаем всех, кто хочет прийти и поддержать внутреннюю свободу. Свободу людей, которые живут в этом городе, живут в этой стране. Мы все разные. И мы имеем разные культуры. Кто-то болгарин, кто-то русский, кто-то украинец, кто-то еврей, кто-то болгарин. Каждая культура... Это разные культуры. Но вот в этой разности культуры и наша безусловная ценность. Именно мы приглашаем всех для того, чтобы мы почувствовали, что мы все разные, но мы один народ. И одни у нас цели. И одни у нас внутренние посылы к нормальной человеческой жизни. У нас на 24 августа будут разные мероприятия. Ну, что значит разные мероприятия? Разные забеги. В половину девятого начинается регистрация. В девять часов у нас будет разминка. И в девять ноль пять у нас будут стартовать дети до десяти лет. Это круг четыреста метров они будут бежать. После этого у нас будут такие эстафеты для семей. Папа, мама и ребенок до десяти лет. Это будет преодоление препятствий. Это будет весело, красиво. Ну и непосредственный старт в забегах в вышиванках непосредственно он начнется у нас где-то в минут двадцать десятого. Это надо будет пробежать четыре километра. Хотя мы... Это же не классика. Нет, это не классика. Мы не преследуем цель классического соревнования. От всех стандартов уходим. Потому что для нас важна идея и цель, которую мы несем. Я хотел бы напомнить историю, которую вы про паралимпийцев сказали. Напомнить историю, которая была в Сиднее на паралимпийских играх. Вот на старте стояло восемь человек. Это были люди физические и ментальные инвалиды. Это 2000 год. Да. И вот эти восемь человек начали бежать. Это был финал. Финал. У каждого была цель победить. И вот когда они пробежали одну третью дистанции, один из инвалидов упал. И девочка, которая бежала, она увидела это. Одна из девочек, которая бежала, увидела это. Оглянулась. Остановилась. Вернулась. Все, которые бежали впереди, остановились, вернулись. И они вместе шли к финишной линии. 100-тысячный стадион встал и аплодировал. Вот это цель. Самое главное, это же не самому побеждать. Самое главное, это помогать побеждать другим. И мне бы хотелось, чтобы вот сейчас, 24 августа, в День независимости, мы помогли друг другу побеждать. И поэтому мы ломаем все стандарты. Не самое главное, победить самому. Самое главное, это быть объединенными и вместе дойти к финишу. Вот сейчас на чемпионате мира, ну я не знаю, по легкой атлетике, которая проходит, закончилась в Лонтоне. Ведь там не помогали, а сбивали друг друга. Ну я понимаю, я понимаю. Поэтому у нас не спортивное соревнование. У нас спортивное соревнование, но они имеют другой мотив, другую интенсию. Они дадут возможность, ну увидишь, что вокруг люди, люди. Мы все люди и мы страны. А чем объяснить? Вот в Лондоне всего одна медаль у нас. И то в прыжках в высоту, это продолжение дела Капака. Серебряная награда девочка, которая, в общем-то, я не знаю, Лепченко, она сумела установить личный рекорд. А россиянка выступала не от России, а от саму себя. В общем, там Россию забили, как мамонта. Ну и получилось так, что всего лишь одна награда, и почти никого не было в финалах. Чем-то объяснить спад в легкой атлетике? Ну, спад в легкой атлетике не только, это можно объяснить в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Дело в том, что мы видим, что у нас идет война, у нас экономически тяжелое положение. Это сказывается на всем. Но хочется надеяться о том, что... Проскочим этот момент? Я уверен, что мы проскочим этот момент. Александр Ильич, мы на финише. Значит, еще раз пригласите на высшую банку, потому что я думаю, что с удовольствием примут участие, отметят этот праздник в спортивном оттенке. Я приглашаю всех желающих, тех, кто чувствует себя патриотом, тех, кто чувствует, что мы можем изменить жизнь не только в Николае, но и всей стране, прийти 24 августа, в День независимости, в полдевятого на Центральный стадион и участвовать с нами, и не только с нами, со всем миром в этом, ну, таком патриотическом событии, которое называется «Забег в Ишванг». Итак, перед вами виновник торжества, которое состоится вот скоро, в День независимости нашей страны, Александр Ильич Лавич-Бух. Хоть он не уступает от Федерации Легкой Атлетики, но в данном случае он лично, как вместе с своими товарищами, как три мушкетера, живет собой на дорожку, на Центральный стадион. До встречи на стадионе. Спасибо вам большое. Все хорошо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!